На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме Дороро. Легенда о воине. Солдаты Кагемицу Дайго проиграли очередное сражение, но глава клана выжил. Весь израненный он пришел в святилище, где обитали демоны, и заключил с ними сделку. Он отдаст своего еще нерожденного сына им на растерзание, а взамен получит победу над врагом и мир в своих землях. Демоны приняли его жертву, оставив у него на лбу отметину, как знак заключения соглашения. С того дня прошло 20 лет. Молодой человек по имени Хякимару пришел в городок и остановился в местном кабаке, чтобы посмотреть на выступления очаровательной танцовщицы. В этом же городке живет девушка-воровка, которая перед приходом Хякимару обокрала несколько ребят. Убегая от них, она оказалась у заведения, где находился Хякимару. Из него в панике выбегали люди, и девушка направилась туда, чтобы посмотреть, что там творится. Тем временем Хякимару дождался свою танцовщицу и напал на нее с клинком. Вместо ножен для меча он использовал свое тело. В каждой его руке было по клинку, которыми он разрубил маску танцовщицы, а под ней оказался паукообразный демон. Девушка-воровка видела, как Хякимару убивает демона. В этот же момент появился обокраденный ею парень, но ей было не до него, ведь в эту минуту Хякимару возвращал руки на место. Затем у него отвалилась нога, и на ее месте выросла новая. Обокраденный парень узнал Хякимару. Он рассказал воровке, что тот убил некоего демона, что жил в пещерах Ржавой горы. Девушку заинтриговала эта история, и она последовала за Хякимару. А тот, проходя мимо забегаловки, перебросился парой слов со своим старым знакомым, странствующим сказителем. Когда Хякимару ушел, девушка кинулась к старику за разъяснениями, и тот поведал ей историю знакомства с этим получеловеком. Много лет назад один шаман увидел плывущий по реке деревянный таз. В нем был завернут младенец, больше похожий на куклу, у которого отняли ручки и ножки. У него не было даже глаз и ушей. Шаман сжалился над младенцем и забрал его домой. Этот шаман владел древним искусством приживления потерянных конечностей и органов. Он отправился в деревню, разрушенную во время войны. Там он собрал останки убитых детей и изготовил из них особый состав, который можно было превращать в органы. Из этого состава шаман сделал младенцу сердце, глаза, руки и ноги, а также другие части тела. Однажды в дом шамана постучался странствующий сказитель. Он увидел, как аквариум, в котором восстанавливался после приживления конечностей малыш, облепили гоблины. Они просили отдать им это тело. Шаман не знал, что делать, поэтому старик достал из своей лютни клинок, выкованный специально, чтобы убивать гоблинов. Он считает, что меч, наконец, обрел свой дом. Он передал его шаману и продолжил свое странствие. Шаман же встроил этот клинок в левую руку мальчика. Так он сможет не бояться гоблинов. В правую руку он тоже встроил меч. После этого он начал тренировать мальчишку искусству владения клинками. В один из дней, когда мальчик уже стал взрослым, его приемный отец оказался на краю смерти. Перед отходом в иной мир шаман сообщает Хекимару, что он не его родной отец. Ночью Хекимару сжег дом шамана, а поутру с ним заговорил бесплотный голос. Он рассказал, что когда-то давно 48 демонов украли его тело, разобрали его по частям. И теперь демоны используют его, чтобы обманывать людей. Голос призвал Хекимару избавиться от этих существ с помощью клинка в его левой руке. Тогда он сможет вернуть свое тело. С тех пор Хекимару странствует по земле в поисках демонов, укравших его плоть. Девушку-воровку заинтересовала история. А особенно клинок в левой руке, предназначенный для отмщения. Она хочет заполучить его, ведь ей тоже есть кому отомстить. Она идет за Хекимару. Догнав его, она заставляет назвать свое имя. Скажи мне имя. Скажи мне имя. И Хекимару говорит, что среди прочего его называли Дороро. Это имя означает «маленький монстр», но девушка об этом пока не знает. Своего имени у нее нет, ведь вора без имени нельзя привлечь к ответу. Поэтому она просит называть ее Дороро. Также она представляется парнем, хотя Хекимару видит, что она девушка. Дороро признается, что не отстанет от него, пока у того не отрастет левая рука. Тогда она сможет забрать его клинок себе. Когда они останавливаются на привал, к ним приходит гигантский младенец. Он отводит их к сожженному храму, где служители ухаживали заброшенными детьми. Здесь Хекимару говорит Дороро, что этот младенец был собран из десятков погибших детских душ. В храм приходят родители, чей ребенок погиб здесь. Дороро набрасывается на них за то, что они оставили собственного сына на произвол судьбы. Однако Хекимару не дает ей убить пожилую пару, и девушка убегает. Хекимару идет за ней, и на дороге они встречают мужчину, который приглашает их на ночлег. У мужчины много дочерей. Он угощает гостей ужином и выделяет им комнату. Ночью же дочки хозяина дома превращаются в плотоядных гусениц и забираются в спальню Хекимару и Дороро. Расправившись с ними, Хекимару ведет спутницу в подвал дома. Оттуда по подземному ходу они попадают в сгоревший храм. Хекимару понимает, что служители храма поставляли детей этому семейству в качестве пищи. И главное, там была жена хозяина. В подземном хранилище они находят десятки личинок, из которых должны вылупиться наполовину люди, наполовину гусеницы. Хекимару говорит Дороро, что жена хозяина дома монстр. Она превращается в гигантское насекомое. Хекимару идет, чтобы уничтожить ее, но женщина прикрывается своим мужем и даже убивает его, только бы выжить самой. Пока он сражается с демоном, Дороро поднимает на восстание жителей деревни. Они проникают в подвал и сжигают личинок. Разделаться с демоном Хекимару помогают души детей, умерших в храме. Когда демон повержен, к Хекимару возвращается его родная печень. В борьбе со следующими демонами Дороро активно помогает ему. Без нее Хекимару пришлось бы туго, хотя и самой Дороро местами тоже было не сладко. Один из демонов говорит Хекимару, что он должен в первую очередь ненавидеть не демонов, а своего отца. Когда путники пришли в земли Кагемицу Дайго, их встретил странствующий сказитель. Здесь Дороро рассказала, что поклялась истребить весь род Дайго за то, что Кагемицу сделал с ее родителями. Ее отца он прилюдно убил за попытку свержения его власти в деревне, а ее мать умерла от холода и голода, когда спасала дочку. Она сказала ей, что девочка не должна плакать. Она должна быть сильной и расти как мальчик, пока не встретят мужчину настолько же крепкого духом, как и ее отец. Тогда она, если захочет, может расплакаться и снова стать женщиной. Если же этого не случится, мама Дороро завещала ей прожить жизнь в обличии мужчины. К путникам приходят караульные Дайго. Хекимару легко с ними разделывается. Они с Дороро отправляются в город, где Хекимару ввязывается в драку и побеждает всех противников. За это его берут на работу в дом самого Кагемицу Дайго. Сын Кагемицу Тахомару оценил боевые умения странника и решил, что они будут полезны. Здесь Хекимару знакомится с женой Дайго. Она узнает одежду мужа на молодом человеке, а когда Хекимару прикасается к ней, он понимает, что это его мать. Он видит, как она спасает его от Кагемицу, который хотел убить сына, лишившегося всех конечностей и органов. Когда она рассказывает Дайго, что их сын жив и находится сейчас в городе, их разговор подслушивает Тахомару. Он решает найти брата и убить его, пока тот не помешал клану Дайго устанавливать мир в своих землях. Хекимару рассказывает обо всем Дороро. Он предлагает ей прикончить его, ведь он один из рода Дайго, которых она поклялась уничтожить. Но Дороро отказывается от своей мести ради Хекимару. Ночью к Хекимару являются еще два демона, убив которых он возвращает себе глаза и впервые по-настоящему видит Дороро. До этого дня он видел ее только сердцем. Мама Хекимару хотела найти его. Она даже собралась в дорогу, но Тахомару остановил ее. Он сам поехал за братом. Найдя его, он вступил с ним в схватку. Однако Хекимару не хотел убивать младшего брата. Это за него сделал случай. Его клинок обломился от сильного удара и осколок прилетел в горло Тахомару. Как раз в этот момент приехала их мать, чтобы остановить сыновей. Она успела проститься с Тахомару перед тем, как появился Кагамитсу. Демоны заставили его думать, что Хекимару угрожает его власти. И он пришел, чтобы прикончить сына. Когда жена встала на его пути, он, не раздумывая, убил ее. В схватке с Хекимару он оставил ему две отметины на лбу, такие же, как и у него самого. Его сын оказался сильнее. Он ранил Кагамитсу, но не стал его добивать. Хекимару отказался от мести так же, как это сделала Дороро. Когда Кагамитсу готов был отступить, появился демон и пообещал вернуть к жизни Тахомару в обмен на тело Кагамитсу. И тот согласился. Демон завладел его телом и готов был утопить в крови всех врагов. Однако Кагамитсу пронзил себя своим же мечом и приказал Хекимару убить его. И тот выполнил просьбу. Когда демон погиб, к Хекимару вернулось его сердце. И он почувствовал нестерпимую боль утраты, ведь только что умер его отец. Братья примиряются. И Хекимару оставляет Тахомару править землей отца. А сам уходит на поиски оставшихся 24 демонов, которых должен убить. Вместе с ним идет и Дороро. При нем она наконец смогла расплакаться. Но несмотря на это, Дороро не собирается становиться женщиной. По крайней мере сейчас. Чтобы доказать это, она лупит коленкой в промежность Хекимару, чтобы тот не расслаблялся рядом с ней. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok